Всем привет! Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников Джозеф Хирш. Семья Линча, 1946 год, постмасло, 88 на 83. Американский живописец Джозеф Хирш начал самостоятельно изучать искусство по коллекции художественного музея в родной Филадельфии. Позже он совершил небольшую поездку во Францию. По возвращении в США он, как и многие творцы, столкнулся с безработицей и с бедственным экономическим положением. В Америке царила Великая Депрессия. Чтобы помочь живописцам, скульпторам, дизайнерам, архитекторам, правительство открыло программу поддержки искусств. Им заказывали оформление общественных зданий, школ, университетов, больниц. По этой программе работали мастера всех направлений. Однако наибольшую известность получили творившие стили, близком к советскому соцреализму 1930-1950 годов. Хирш оказался среди тех, кто создавал произведения на острые социальные темы. Критиковал неравенство, безработицу, угнетение неимущих, а также расизм. Хотя рабство отменили еще в 1863 году, положение афроамериканцев было катастрофически вплоть до 1160-х годов. На полотне изображена женщина с младенцем на руках. Она в отчаянии. Художник откликнулся на события в Южных Штатах 1946 года. Там рабство имело экономические выгоды, поэтому расизм долгое время коренился в сознании людей. Судом Линча называют расправу без суда и следствия, обычно с расовым подтекстом. Скорее всего, мужа этой женщины убила толпа, или же она выжила во время беспощадного рейда расистов, оставшись одна без средств к существованию. Интересно, что картина, имея документальное, социальное и острое содержание, создана в традициях модернизма. Глубокий синий цвет фона сливается с цветом платья героини. Ее позо очень экспрессивно и одновременно красиво и элегантно. Сцена, похожая на абстракционистскую живопись, контрастирует с реалистическими, почти натуральными, прописанными сжатыми руками матери. Вот такое описание к работе Джозефа Хирша, «Семья Линча». Я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.